Солнце, море, клюшка, шайба. Эти, казалось бы, неподходящие друг другу слова стали реальностью в Сочи. Да, девушки на центральном стадионе не увидят, но и без него тренировки насыщены. Это техническая работа, бросковая работа. Плюс, значит, очень много коррекционных движений, подвижные игры, разнопланы. Баскетбол, мини-футбол, флорбол, бадминтон, теннис. Они будут играть во все. Плюс это коррекционные движения, скорость силового проявления, это аэробика. Плюс гибкость, эластичность, плюс, значит, общефизическая подготовка в тренажерном зале. Это комплекс общефизической подготовки. На сборы приехало много молодежи. Тренерский штаб наблюдает за каждой спортсменкой. Хорошие игроки на вес золота. Вот там лежат манишки в группах. По четыре человека сами делитесь. Одни красные получаются, а другие манишки одеты четыре. Уже в конце августа российский хоккеисток ожидает ответственный матч с командой Чехии. Всего за следующий год они сыграют 22 международных матча со сборными других стран. А уже в 2015 году девушек ждет чемпионат мира по хоккею. Готовятся и вратари, тренируются отдельно. Ловить шайбу – дело нелегкое, обращают внимание на каждую мелочь. Стараются изо всех сил попасть в сборную, хочет каждая. Всегда, конечно, хочется результата более положительного, призовые места. Конечно, хочется быть, так скажем, не в просмотровом составе, а уже в основном. И будем стараться, тренироваться, настраиваться на лучшее. Сборы в Сочи продлятся до 12 июля. После хоккеистки отправятся в свои клубы продолжать подготовку. А тренерам станет понятно, кем усилить состав в преддверии чемпионата мира. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ